Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. С хрустящей корочкой и в обруске филиал Домочай наращивает объемы производства. Наши производственные участки работают 24 часа в сутки. Сколько времени нужно на приготовление знаменитого батона? Снимите наушники. Правоохранители усилили контроль на ЖД-путях. Профилактика травмирования несовершеннолетних. На что делают акцент? Белорусские мотивы в Театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича покажут нестерку. Это такой эксперимент своего рода. Чем особенно постановка? А также уборочная кампания, деловая активность и увлекательное путешествие. Беларусь готовится к увеличению потока китайских туристов. В мире и согласии Беларусь готовится отпраздновать День народного единства. До 16 сентября представители общественных объединений будут посещать различные регионы страны от Могилева до Барановичей. В программе автопробеги, концерты, диалоговые площадки. Открытый разговор по актуальным темам информационной повестки, в том числе острым, помогает найти ответы на волнующие вопросы. За собой и несет этот праздник единство, братство. Мы с этим жили в Советском Союзе. Мы всегда были счастливы и сейчас тоже. Со всеми мы хотим жить в мире и в дружбе. Особенно с Россией. Идею учредить праздник поддержал президент в 2021-м. Цель – сплотить белорусское общество. В этом году День народного единства пройдет под эгидой мира и созидания. Традиционный акцент и на сохранении исторической памяти. Патриотические ценности нашего народа, угроза суверенитету и глобальные вызовы – об этом говорят во всех уголках страны. Безопасный переезд. Правоохранители усилили контроль на ЖД-путях. Особое внимание детям и подросткам, которые находятся без присмотра взрослых вблизи вокзалов и станций. Работники Вавруйской магистрали и сотрудники милиции проводят разъяснительные беседы. Напоминают о правилах безопасности. Делают все возможное, чтобы избежать трагедии на путях. К счастью, в этом году случаев не зафиксировано. В 2022-м их было три. Два – со смертельным исходом. Целью данного мероприятия является профилактика травмирования несовершеннолетних, а также подкладывание посторонних предметов на железнодорожные пути и препятствование движения железнодорожного состава. Акция «Дети и безопасность» продолжится до 10 сентября. Внимание уделяется не только пешеходам, но и водителям. Инспекторы напоминают, чтобы избежать ДТП, не стоит превышать скорость и совершать опасные маневры. Новый указ, региональный рейтинг и временное неудобство. Карты некоторых банков могут не работать в ночь на 9 сентября. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент подписал новый указ. Теперь граждане, которые находятся за рубежом, могут получить или обменять паспорт только по месту прописки. До недавнего времени уехавшие имели право распоряжаться своим имуществом через третьих лиц, оформить на них доверенность. Сейчас для совершения операции, к примеру, с недвижимостью необходимо лично присутствовать на сделке. За семь месяцев в Беларуси более чем на 20% вырос уровень деловой активности. Цифры приводят Минэкономики. С начала года зарегистрировано более 6,5 тысяч новых юрлиц. В топе наиболее востребованных видов деятельности – торговля, промышленность, транспортные услуги и строительство. В региональном рейтинге лидируют Могилевская, Гродненская и Витебская области. Более 9 миллионов тонн зерна намерены намолотить аграрии. Лидер уборочной – Гродненская область. Сбор зерновых и зернобобовых на финише. Однако работа в полях далека от завершения. Специалисты приступили к уборке кукурузы и свеклы. Продолжается и кормозаготовка. В Могилевском регионе параллельно приступили к севуозимых. Карты некоторых белорусских банков временно могут не работать в ночь на 9 сентября с 3.20 до 4 утра. Это связано с технической проверкой и заменой оборудования. Возможны перерывы и в обслуживании. Снять наличные или рассчитаться в магазине кредиткой в это время будет невозможно. Беларусь готовится к увлечению потока китайских путешественников. Это связано с решением КНР снять ковидные ограничения. До пандемии Поднебесная лидировала в туристической статистике. После введения без виза в 2018-м Синёкая попала в топ-5 государств, где любят бывать китайцы. Сейчас нужно наверстать динамику и снова привлечь к нам иностранцев. Пальчики оближешь. Бавруйский филиал домочай наращивает объемы производства. Ежедневно на предприятии производят около 17 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Местным пекарям удается сохранить традиционные технологии замешивания теста с добавлением только натурального сырья. Секрет приготовления того самого батона из детства раскрыла Ольга Васенда. Всему голова. Рождение хлеба начинается в этом цеху. Первым делом заряжается тесто мес. В чашу добавляется мука, дрожжи, вода и другие ингредиенты. Содержимое тщательно перемешивается до однородной массы. После опары останется бродить на 3 часа при температуре около 30 градусов. Благодаря естественному процессу батоны получаются пышные и ароматные. Выброженное тесто. Загружаем в бункер тестоспуска. Далее наше готовое тесто поступает на деление, округление и на закаточную машину для формирования тестовых заготовок. С золотистой корочкой в сутки здесь выпекают около 14 тысяч батонов. В топе бобруйский и аппетитный. Несмотря на развитие ускоренных технологий насыщения рынка разными добавками, местные пекари сохраняют традиционные технологии приготовления. В рецепте исключительно натуральное сырье. Результат моей работы – это вкусный ароматный батон на столе у каждого с ароматной корочкой. Работаю уже довольно давно, 18 лет. Честно сказать, это у нас семейный подряд. Мама моя работала, потом она ушла на заслуженный отдых и пришла я. Мне очень нравится. Хлеб бородинский любимый, булковитое с сахаром, ковришка пряная, рогалики форштадские новые. На полках магазинов рай для сладкоежек. Всеми любимые ушки-завитушки кондитеры только и успевают выпекать. В сутки не меньше 300 килограммов. Наши производственные участки работают 24 часа в сутки. Выпускают порядка 17 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий ежедневно. В этом году комбинат порадовал покупателей новинками. Слоёные изделия, круассаны с шоколадной начинкой, хлеб с луком и морковью. Всю продукцию крупнейшего производителя хлебобулочных изделий региона можно найти в 11 фирменных магазинах и ритейлах города и района. Ольга Васента, Максим Галенка, Бобруйск, 360. На встречу искусству в Театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича состоится долгожданное открытие сезона. 8 и 9 сентября ожидается премьера мюзикла «Эскапада» Денистерка по пьесе и стихам Виталия и Артура Вольских. Основа сюжета – мотивы белорусских народных сказок. Режиссер-постановщик Дмитрий Нуяндин. В спектакле задействованы 18 артистов. Подготовительный процесс к репетициям спектакля был очень большой, потому как на 85% спектакль состоит из музыки, кореографии, вокала. Поэтому для артистов и для театра это было немножко неожиданно и непривычно. Это такой эксперимент своего рода. Мы хотели бы донести все-таки современной молодежи о том, что белорусская литература может быть в таком современном прочтении, достаточно интересной. Я думаю, нам удастся получить какой-то взаимный обмен энергией, и мы поймем друг друга. Это будет праздник для всех любителей театра и для всех тех, кто ему служит. Постановка в двух действиях на белорусском языке. Стоимость билетов от 8 до 15 рублей. Начало в 6 часов вечера. Продолжительность 2,5 часа с антрактом. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!